Доброе утро, друзья! Наш эфир продолжается, начался сезон, и многие с удовольствием отправляются в леса, наслаждаясь природой и свежим воздухом. Прогулка по лесу благоприятна для нашего организма и избавляет от городского стресса, но вот однако нужно иметь в виду, что наши леса богаты дикой фауной. А вот встреча с диким животным может испортить вашу прогулку, и вот именно поэтому сегодня у нашего гостя мы решили узнать, что же стоит делать в таких случаях. У нас в студии старший научный сотрудник научно-практического Центра Национальной Академии Наук Беларуси по биоресурсам Павел Вилигуров. Павел, доброе утро! Доброе утро! Сейчас весна, каких животных чаще всего диких встречают люди в лесах Беларуси? В лесах Беларуси, как правило, попадаются животные относительно небольшого размера, белки те же самые, ежика сейчас можно встретить. То есть в такой вот размерной категории. Давайте по-другому, кого стоит бояться? Бояться в первую очередь стоит человек. Это самое страшное животное, которое в лесу можно увидеть. А если серьезно говорить, то в первую очередь встреча с медведем может обернуться трагедией как для медведя, так и для человека. Но вот из тех наблюдений, которые были, которые мои коллеги проводили, трагически эти встречи оказываются, как правило, только для медведя. Ничего себе! Когда идет охота? Не обязательно, когда идет охота. Вот сейчас весной известен случай, когда в Витебском районе лесники проводили обследование и выявляли те места, где они собираются впоследствии проводить вырубки. Они спугнули медведицу из берлоги, и она убежала и оставила двух своих детенышей, которые этой зимой родились. И впоследствии она не вернулась, и медвежат пришлось забрать в зоопарк. Ну вот такие тоже истории бывают, поэтому чего-то страшного в лесах у нас нет, можно гулять спокойно, но все же, если встретили кабана, медведя, какой алгоритм действует? Потому что инструкции очень длинные, большие какие-то, что-то надо отходить и так далее. Простыми словами, что надо делать? По поводу инструкции, действительно, если много говорить, оно все забывается, особенно для человека тоже в стрессовой ситуации что-то конкретное вспомнить вряд ли получится. И по поводу встреч с животными, лучше их предотвратить, чем потом уже как-то пытаться решать вопрос такой внезапной встречи. Когда идете в лес, шумите, старайтесь, для того, чтобы животное вас услышало и убежало еще до того, как вы его увидите, как оно вас увидит. Можно громко слушать музыку. Из общих таких пожеланий, рекомендаций, если в одиночку идете, обязательно кого-то предупреждайте, куда вы идете, на какой срок идете, чтобы, если что-то случится, не обязательно вы дикое животное встретите, вы в лесу просто можете заблудиться, и потом, чтобы близкие, родные знали, где, когда вас искать и когда начинать беспокоиться. А так, в любом случае, если не хотите встретиться с дикими животными в лесу, лучше издавать какой-то шум. Даже банально, не обязательно громко кричать, просто когда идете по лесу, ногами ломаете сучки какие-то, они, как правило, ломаются самостоятельно. Но даже если хочется тихо идти, приходится какие-то усилия прилагать. То есть этого шума бывает достаточно. Если с животным все-таки встретились, бывает такое, что животное вас не видит. Надо как-то себя обозначить. Опять же, это или какое-то окликнуть можно животное, привлечь к себе внимание. Они, как правило, когда видят, что перед ним человек, то убегают. Если встретили животное с детенышами, то тут уже у них включается инстинкт охраны потомства. И тут уже просто к потомству лучше не подходить. К медвежатам тем же самым. Да, они милые, они красивые, хочется с ними пофотографироваться. Но всегда рядом за ними присматривает мама. А встреча с мамой ничего хорошего не сулит. То же самое с копытными, лось или олень. Если видите лосенка или олененка, который лежит, его не бросили. Все нормально с ним. Мама просто отошла покормиться, она за ним присматривает. И если натыкаетесь вот на такого малыша, то лучше вернуться назад той же дорогой и где-то там радиусом метров сто обойти на тот случай, чтобы если наткнетесь на маму, чтобы она не проявила к вам агрессию. Вообще я эти инструкции читал. Там если уже нападает медведь или что, говорят, надо притвориться мертвым. Очень рассмешила инструкция, там на конце написано. Если вы притворились мертвым, медведь может вас потрогать и уйти. Но если он начал вас лизать, то бегите, он будет сейчас вас есть. Так примерно она заканчивалась. Вот по поводу этих инструкций. На самом деле это все правильно. То есть медведь может проявить интерес, подойти, посмотреть, потрогать. А если он уже воспринял вас как пищевой объект, то тут приходится защищаться всеми возможными способами. Если медведь крупный, старайтесь залезть на дерево. Потому что крупные медведи не очень любят лазить по деревьям, потому что они тяжелые, падать больно. И, как правило, их на дерево заставляет залезть какой-нибудь улей, потому что они очень любят мед. Правда. Да, и они не обращают внимания ни на пчел, ни на что. Они вот поедают эти соты, в это время их пчелы жалят во все доступные места, но медведь на это внимания никакого не обращает. Вот поэтому лезьте на дерево, это может вам помочь. Ну, посмотрите, что не дули сверху. Развернуться и убежать не вариант, да? Медведь с легкостью догоняет оленя. Это где-то 50 километров в час. Поэтому если вы не олень... И не Усейн Болт... Бегите. Хорошо, ну а как лучше тогда? Ну, то есть не каждый наверняка захочет лезть на дерево, да и не всегда, как бы, может быть, у человека там это получится. Какой вариант? Просто разворачиваемся, уходим? Или стоим, притворяемся, не знаю, деревом? Это вы знаете уже на кого как действует адреналин. Кто-то будет пытаться убегать, кто-то просто затаится и подождет, пока медведь уйдет. Я вот, если честно, не так часто видел медведей, хотя бывал в медвежьих углах. Вот. Ну, в Березинском заповеднике повезло. Мы специально поехали медведей смотреть, потому что знали, что они на поля с овцом выйдут. И как-то так вот из машины выходить очень не хотелось, хотя медведи были заняты своими делами, они кормились, они на нас внимания никакого не обращали, но такие вот встречи... Лучше избегать. Волнительные, да, лучше избегать. Лучше шумите, и медведь сам от вас убежит, ему тоже неохота встречаться с человеком. Павел, ну многие дачи, в том числе, находятся рядом с лесами. Я вот знаю, допустим, историю, совсем недавно в одну из деревень начала забегать леса периодически и бегает по участкам. Она наверняка ищет себе какое-то пропитание. Вы тут как советуете себя вести? Стоит ли кормить или стоит как-то избегать? Защищаться, может быть, как-то от нее? Она же тоже может быть переносчиком разных инфекций. Лесу лучше все-таки прогонять и подкармливать ее не следует, потому что она еще, может, кого-нибудь приведет или просто привыкнет к человеку, и она просто потом от вас не отвяжется. А по поводу инфекции, все млекопитающие могут переносить бешенство. Поэтому, если вы видите, что животное ведет себя как-то странно, не обязательно даже дикое, это и домашнее может быть, и даже домашние мышки-хомячки бывают, встречаются бешеные. Поэтому в этих случаях встречи с такими животными вообще надо как-то полностью избегать, пытаться шуметь не всегда помогает, потому что у животного уже вирус в мозгу находится и контролирует поведение этого животного. Вот так хитро вирус устроен. Он передается через укус и через слюну, и животное старается бежать и грызть все подряд. Вот все ветки, все кусты, все деревья, там другие животные попадаются, человек иногда бывает попадается. То есть у него полностью изменяется поведение, и вообще, ну, можно предполагать, что любое животное может оказаться бешеным, и поэтому от них лучше держаться подальше. А так, конечно, да, хочется подойти, сфотографироваться, но лучше этого не делать. Ой, друзья. В зоопарк. Там можно сфотографироваться. Давайте любить и уважать природу, и все-таки помнить, что когда мы приходим в лес, мы приходим в гости, а это дом все-таки диких животных. Ну, а мы напомним, что сегодня у нас в гостях был старший научный сотрудник научно-практического центра Национальной Академии Наук Беларуси по биоресурсам Павел Вилигуров. Хорошего дня. Спасибо, и вам тоже.